Эмма Рабе Роберто Матеус Роберто Мол Даниэль Луго и другие В фильме «Королева сердец» Автор сценария Умберто Кико Оливьери Марко Тулио Сокорро «Королева сердец» Композитор Франциско Кабрухас Операторы Игнасио Гонсалес, Хуан Гонсалес Продюсер Эрнандо Фария Режиссер Тони Родригес Нет, нет, Катя, нет Что я делаю? Что я делаю? Прости меня Прости меня, Катя Прости, я боюсь что-нибудь сделать Марлены Я убежал к тебе за помощью, Катя Помоги мне Помоги Успокойся, успокойся Кто там? Что там такое? Вы мне сейчас дверь выбьете Хульетта Моя деточка Моё возвращение в Соломон многое воскресило Многое? Что именно? Я не могу объяснить, сервейер Мой сын Херман Когда-нибудь Заходил в эту церковь Знаешь, честно говоря, я его здесь никогда не видел, Фульхенсио Обещай мне его сюда не пускать Извини Как это? Я могу кому-нибудь запретить войти в Дом Божий Обещай мне Я знаю, что говорю Чистые виски Добро пожаловать, сеньор Луиса и Лена Что ты здесь делаешь в таком наряде? Я, как всегда, развлекаюсь Как сумасшедшая Я вижу, вас, сеньора Дуэса Жажда мучает Пошла вон Это мне знакомо Скажи, Херман Кого ты теперь убил? Я решила вернуться Почему, моя хорошая, так быстро? Что произошло? Дело в том, что я очень соскучилась После твоего приезда в Каракас я стала думать о тебе О моих друзьях И мне захотелось вернуться Это очень хорошо Моя дорогая Я знаю, что в таком возрасте Хочется все повидать Только я тебя не учила Скакать в одиночку туда-сюда Я тебя всегда учила Быть возле мамочки Я знаю, что ты пережила тяжелые события И лучшей компанией, чем твоя мамочка Тебя не найти Поверь мне Со мной нечего притворяться, Херман Мы с тобой одинаковые Мы прокляты полученным от матери наследием Заткнись Мама Я не обвиняю тебя в том, что ты ее запер в сумасшедшем доме Но даже так мы не смогли избавиться от нее Словно несем ее на своих плечах Я вспоминаю ее голос Иногда он в обид Иногда нашептывает Ты помнишь этот голос? Помнишь ее? Оставь меня в покое Конечно, я могу оставить тебя в покое, когда захочешь Но она шума Как она тебя оставит в покое? Никогда Уж быть уверен Скольких ты убил? А ты? Не забывай, я сумасшедшая сестра Ты же аккуратный, точный, расчетливый Я слишком безумна, чтобы вести список У тебя, наверное, написан готический мукуль Я не убийца Боже мой, теперь ты кто? Алло Кто? Кто? Да Это сеньора Вертудас Родригас Как это я вас не помню? Вы директор приюта в Каракасе Как поживаете? Я очень волнуюсь за вашу дочь, сеньора Она просто убежала Я боюсь, что она может сделать какую-нибудь глупость В ее положении Всякое может случиться Понимаете? Это очень опасно В каком положении? О чем вы говорите, сестра? Что за положение? К сожалению, я вынуждена вам сообщить Что ваша дочь беременна? Что? Гульетта Гульетта Скажи, что ты натворила, бесстыдница? Что случилось? Это я и хочу узнать Что случилось в Каракасе? С кем ты там была? Кто тебя обрюхатил? Мама Мама? Это за этим ты в Каракас ездила? За брюхом? Вот что значит твоя независимость Долой цепи, мама Я хочу жить Это для тебя жизнь Вернуться домой беременной Как ты могла? Бесстыдница Мама, послушай меня Нет, Гульетта Нет Ты меня слишком рассердила Ты была единственной моей радостью в жизни Что я тебе такого сделала? Я не знаю, что ты будешь делать Но ко мне в дом не возвращайся Я не хочу больше тебя видеть Не хочу Что? Чтобы глаза мои тебя не видели Так и знай Мама, пожалуйста Уходи, Гульетта Прости меня, мамочка Федерико Ты собираешься в такую погоду ехать в Матурин? Дождя еще нет Ветер очень сильный И море штормит Я на ночь остаюсь в штабе пожарной охраны На случай каких-либо происшествий Может быть, какой-нибудь репортер заскочит Мало ли Мне лучше ехать, пока погода совсем не испортилась Мне надо сегодня же попасть в адвокатскую контору Почему ты не можешь поехать завтра утром? Нет, я хочу, чтобы адвокаты меня приняли сегодня вечером Понимаешь? Скажи правду Кто для тебя имеет большее значение? Адела Сантос или Рамира Вегас? Что сказать, Адриана? Они оба задержаны Сообщить об этом их адвокатам Это все, что я могу сейчас для них сделать Если я задержусь в Матурине То остановлюсь в центральной гостинице Черт, не успею переговорить с Даяной Если хочешь, скажи, что передать Нет, дружище То, что я хочу сказать ей сегодня вечером Я должен сказать лично Почему? Я буду просить елки Что? Не прогоняй меня, мамочка Ты не можешь со мной так поступить Пожалуйста, прости меня Боже мой, как это все ужасно Прости меня Тебе нельзя здесь оставаться Похоже, что сейчас само небо упадет Кто ты такая? Подруга Нам надо идти отсюда Но мне некуда идти Я слышала, как вы с мамой спорили Пойдем со мной Я не позволю тебе остаться на улице Но Пошли Что это? Что происходит? Похоже на бурю Это больше похоже на конец света Не беспокойся Здесь мы будем в безопасности Тебе лучше? Как ты себя чувствуешь? Лучше Хорошо в доме Марлена Ты знаешь Марлена? Конечно Когда я была маленькой, она за мной ухаживала Мы дружили Тем лучше Я уверена, что она не была бы против того Чтобы ты осталась Раз уж тебе некуда идти Я слышала, что ты беременна Это меня очень угнетает Почему? Это самое лучшее, что может случиться с женщиной Это может обернуться и трагедией Нет Не надо об этом думать Я понимаю, тебе все должно казаться ужасным После того, что тебе наговорила твоя мать Но скоро она будет с нетерпением дожидаться того момента Когда сможет взглянуть на внука Не думай Ладно Ты сейчас об этом не думай Нам надо чего-нибудь поесть Ты не против? Хорошо Иду Проходи Что ты делаешь в такое время на улице? Ты дрожишь? Обними меня, Сантьяго Обними Что с тобой? Что произошло? Не знаю Я боюсь У меня такое ощущение, что произойдет нечто ужасное Мне страшно Обними меня Только в твоих объятиях я чувствую себя в безопасности Ну что ты? Что ты? Что ты? Херман Что случилось? Херман Что ты сделал? Не знаю Я не знаю ни что я сделал, ни где я был Я не знаю Но откуда эта кровь? Не знаю Не знаю Мне надо уйти отсюда Я должен уйти Хорошо Постарайся вспомнить, что произошло Где ты был? Ты понимаешь, что я не знаю Кати Открой, пожалуйста Это Сандра Какой ужас В городе только что произошло нечто страшное Я сдержу свое слово, а ты свое Если ты меня предашь, берегись и прежде всего бойся за нее Нет, Марлен Тебе лучше идти домой Нет, не прогоняй меня Тем более в такую ночь, как эта Марлен, мы совершаем нашу обычную ошибку Нет Наша единственная ошибка Это то, что мы расстаемся Я не могу жить без тебя Поцелуй меня Марлен Я подхожу к точке, из которой не будет возврата Я не хочу Не хочу Почему? Потому что твой отец так сказал Ты меня прогоняешь так же, как я прогнала тебя, когда посчитала, что твой отец убийца моей семьи Верно? Нет Нет, любимая Ты знаешь, я бы тебя никогда не прогнал Я тебя очень люблю Но наша любовь может принести тебе большую беду Нет, нет, ты этого не понимаешь Даже когда я думала, что я тебя ненавижу, я мечтала только о том, чтобы ты любил меня Дай мне почувствовать эту ночь так, как только ты умеешь Прошу тебя Сантьяго Просто ты умеешь Мой Катя, в Соломоне появился сумасшедший убийца. Самым ужасным образом убиты несколько жителей. Но кто он? Ты что-нибудь знаешь? Не знаю. Никто ничего не знает. Поговаривают, что видели бегущего за домами человека. Полиция повсюду его ищет. Я боюсь. Ты закрыла окна. Да-да, успокойся. Это какой-то демон. Словно зло захватило наш город. Не волнуйся, Сандра. Иди ложу спать. Сюда никто не войдет. Если что, ты мне скажешь, да? Да. Это я. Это я. Это я убил этих людей. Херман, тебе надо успокоиться. Не надо на себя брать чужую вину. Прошу тебя, Катя. Я весь в крови. Я совсем ничего не помню. Это ни о чем не говорит. Ты мог оказаться свидетелем убийства. Ты мог споткнуться и упасть на тела этих несчастных. Нет, Катя. Нет, как ты можешь меня защищать? Это бессмысленно. Я положу этому конец. Я сдамся полиции. Успокойся. Не делай этого. В таком виде ты не можешь идти в полицию. Они все сразу свалят на тебя. Как я могу успокоиться, если я представляю угрозу даже для тебя, Катя? Как? Я не верю, что ты убийца. У тебя мог быть припадок. Ты стал буйным, но ты не способен кого-то убить. Я должен идти. Должен идти. Нет, Херман. Отпусти меня. Прошу. Нет. Я тебя отсюда не выпущу. По крайней мере, ночью. Ты слышал, везде я ищу убийцу. На улице буря. Катя, пожалуйста. Отпусти меня. Послушай. Я обещаю, что я не пойду в полицию. Я не хочу, чтобы ты оказалась в это замешана. Не хочу. Успокойся. Я верю в тебя. Ты понимаешь? Если у тебя появятся сомнения, вспомни, что я в тебя верю. Синьора, музыкантам будем платить? С ума сошла? Пусть играют за чаевые. Ты можешь сказать, что делают здесь эти люди в дверях? Не знаю. Похоже, что ждут, когда кончится буря. Это что, приют для путников? Сделай одолжение. Скажи тем двоим, чтобы пели акапелла, пока нет света. И танцевали, раз уж мы их кормим и поем. Внимание! Прекратите музыку. Что происходит? Всем приготовить документы. Всем встать. Мужчины с этой стороны, женщины с этой. Проверка документов. Какая проверка документов? Что у себя позволяет? Синьорита, мы это делаем не потому, что нам нравится. В городе сумасшедший убийца. Он нападает на людей. Убийца? Как? Когда? Он уже убил несколько человек, и мы его не можем найти. Ну где и как это произошло? В двух шагах отсюда. Точнее, через две улицы. Убито несколько человек. Мы не знаем, была ли это группа, или это один человек невероятной силы. Херман, Херман, ты опять взялся за старое. Королева сердец. В этой комнате места для двоих более чем достаточно. Вот увидишь, нам будет удобно. Я очень волнуюсь. Что скажет Марлена? Что скажет? Что ты можешь оставаться столько, сколько тебе хочется. Я думаю, что мне лучше было оставаться в Каракасе, и там рожать ребенка. Ты представляешь, что обо мне будут говорить? Не знаю, даже обо мне будут говорить, о маме. Она никогда мне не простит, что я ее обманула. Это ужасно. А я так не думаю. Твоя мама была возбешена, потому что любит тебя, и не этого от тебя ожидала. Надо дождаться, когда она увидит твоего ребенка, и в ней проснется инстинкт бабушки. Она будет носиться с ногом, как полоумная. Вот увидишь, все будет хорошо. Но я должна была вернуться. Несмотря на то, что произошло, и что еще может произойти, я должна была вернуться. А отец твоего ребенка знает, что ты беременна? Нет. Не знает и не может знать. Почему? Потому что так лучше для него, для ребенка и для меня. Я должна свыкнуться с мыслью, что это только мой ребенок. Только мой. Не волнуйся. Это ветер. Ты очень возбуждена? Тебе лучше лечь. Не беспокойся. Твоя мама подумает, что ты в доме у подруги, и не ошибется. А мы подружимся. Да, Хулиет? Конечно, подружимся. Я думаю, что ты ангел, которого мне послал Господь. Нет. Я подруга, которая уж если предлагает дружбу, то навсегда. Ну, что теперь случилось? Ты радио слушала? Нет. Так вот, сообщили, что на город надвигается ураганный ветер, и весь север штата будет им охвачен. Уж не собираешься ли ты выходить на улицу? Мне надо идти. Ты что, с ума сошла? У моего друга неприятности. А у кого эта ночь без неприятностей? Сумасшедший убийца, ураган. Дело очень серьезное. Я не могу ему не помочь. Но кто это? Что произошло? Забудь про это. Я сейчас приду. Это больше, чем буря. Похоже на ураган. Хуже. Ураганы проходят, но тот, кто вырвался сегодня, не уйдет. Что за чертовщина? Вот именно чертовщина. Прошу тебя, Фульхенсио, теперь ты с предрассудками разными пристаешь. Да, да. Не обращай внимания. Даже если бы я тебе рассказал, ты бы мне не поверил. Сервильо, дай мне немного святой воды. Святой воды? Для чего тебе святая вода? Дай мне воды. Я не сделаю ничего плохого. Послушай, только что ты мне сказал, чтобы мы закрыли двери храма, и чтобы я не пускал сюда Хермана. Что по всему городу разгуливают демоны, а теперь просишь святой воды? Послушай, а ты не спятил случайно? Послушай, старый святоша, я не прошу тебя верить мне или не верить, я не о том. Дай мне святой воды и благослови меня. То, что сюда идет, сдержать могу только я, и это не в последний раз. Что вы делаете на улице? Отправляйтесь домой, здесь опасно. Тень, скрылась на кладбище. Позади церкви. Лежим, быстро, быстро. Что здесь происходит? Добро пожаловать в Соломон, Фульхенсио Круз. Дьявол уже знает, что ты здесь. Симона, ты мне правду говоришь? Хульетта, не у тебя? Хорошо, хорошо, я тебе верю. Но если что, ты меня предупреди. Я умираю от беспокойства. У Марианеллы? Ты думаешь? Хорошо, тогда сделай одолжение, позвони ей. Если что, предупреди меня. Пока. Синьор Виртудес, вот кофе с молоком. Спасибо, Северина. Извините, Хульетта вернулась в город? Ты же ничего не знаешь. Хульетта вернулась в город. Мы разругались, и я сказала, чтобы она не приходила больше домой. И где она? Это я не знаю. В этом вся неприятность. Я не знаю, где моя девочка. А почему вы разругались? Вы сами хотели, чтобы она вернулась. Когда Бог хочет наказать человека, Он отнимает у него разум. Когда я все узнала, я отправила ее на все четыре стороны. И велела домой мне приходить. Вот что я натворила. Синьора, а что же она сделала, чтобы с ней так обошлись? Ничего особенного. Но гуляла живот в Каракасе. Как это? Моя Хульетта вернулась беременной. С пузом. Забеременела в Каракасе. Не может быть. Я не знаю, что делать. Я не знаю, где она была эта ночь. Но еще в такую погоду. Это только я могла такое наделать. Оставить ребенка на улице в такую бурю. Это ерунда. Другое дело. Сумасшедший убийца. Что? Семеро погибших? В городе надо объявлять чрезвычайное положение. Но не все погибли от урагана, господин мэр. Ураган задел несколько домов на окраине города. А здесь, на улице мучеников, были убиты трое. Трое убитых? Убийцу поймали? Нет, и это странно. А еще странно, что не знает, была ли это группа или убийца-одиночка. Если бы это была одиночка, то силой он должен быть необыкновенной. Кроме того, без всякого оружия. Пока точно неизвестно, но похоже, что он это сделал одними руками, прямо на улице. Словно тигр какой-то. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, Херман. Где ты был ночью? Тебя не было дома. Я не мог уснуть. Вышел пройтись. Буря меня застала на улице, и мне пришлось укрыться на крыльце какого-то дома. Я тоже не могла уснуться. Всю ночь меня мучили кошмары. Какие кошмары? Нет, Херман. Что с тобой, Марлена? Мне очень жаль. Ты добрый, верный, чудесный человек. Ты мечта любой женщины. Но я не могу избавиться от сомнений. От сомнений? От каких сомнений, дорогая, я люблю тебя? Нет, Херман, мне этого недостаточно. Мне мало того, что ты говоришь о любви, что готов отдать жизнь за меня. Есть кое-что другое, что не оставляет меня в покое. И не дает мне вновь увидеть тебя таким, каким я узнала тебя. Открытым, понятным. Есть вещи, которые требуют твоих объяснений. И мне их надо знать. Что именно? Говори сразу. Почему ты в своих бумагах хранишь фотографии моей семьи? Скажи. Где ты взял? Какое отношение ты имеешь к убийству моей семьи? Поверьте мне, Святой Отец, ваше наставление для меня очень важно. Я не знаю, что думать. Можно ли верить в существование дьявола? Дьявол есть полное отсутствие Бога. Дьявол – это разрушение гармонии любви и красоты дела Творца. Падре, а ты верно, что Он может быть как вне, так и внутри нас? Да, Он нас постоянно искушает, дочь моя. Поэтому мы, слуги Божии, должны преграждать дорогу к сердцу, чтобы Он не мог питаться от грехов наших. А если кто слаб, Падре? Что произойдет, если допустить, чтобы это присутствие было внутри тебя? Матерь Божья, мы навсегда потеряем этого человека. Но должно уже существовать какое-нибудь средство. Вы же говорите, что Господь справедлив и милостив. Значит, Господь не может оставить слабые души. Так и есть, дочь моя. Любовь и вера в Бога – единственный выход в борьбе с демоном. Скажи мне, дочь моя, откуда эти вопросы? Что тебя мучает на самом деле? Скажи мне. Падре, я боюсь, что происходит нечто ужасное. Я исповедую, что люблю дьявола, который живет в душе одного человека. Что за безумные слова ты говоришь? Какое безумие! Как ты можешь так говорить? Это правда. Я познакомилась с чудесным человеком, добрым и нежным. Но его душу терзает злая и жестокая сила, устанавливая власть над ним. Уходи, уходи от этого дьявола. Спаси тебя, Господи. Это не совет о предупреждении. Уходи от него! Я не могу. Он меня притягивает к себе. Я хочу помочь ему победить эту жестокую силу. Я знаю, что он хороший человек. Пресвятая Богородица, если демон показывает тебе его добрую часть, значит, хочет обмануть себя. Уходи от этого человека. Забудь его, забудь. Боже ты мой. Не знаю, не смогу. И не захочу. Я люблю этого человека. Люблю. Матерь Божья. Мне остается молиться за тебя, Святой Деве, и просить у Бога, чтобы смилостивился над твоей душой. Как я могу не задавать тебе вопросов? Я поняла, что совсем не знаю тебя. Я не могу объяснить тебе этого. Как будто мне что-то царапает кожу. Странное чувство. Я никогда не причиню тебе зла. Но уже сами эти тайны причиняют мне боль. Ты хочешь меня уничтожить? Что ты скрываешь? Ничего, Марлена, ничего. Тогда почему ты не можешь мне ответить на такие простые вопросы? Я имею право их задать. Я обязана. Пожалуйста, скажи мне, и покончим с этим. Где ты взял эти фотографии и карусель? Я хочу это знать. Я имею на это право. У меня на твои вопросы нет ответов. Но, Герман... Пойми меня, Марлена. Я долгие годы хотел с тобой познакомиться. Словно бы чувствовал, что есть что-то общее в наших судьбах. Нечто большее, чем любовь или смерть. Мне очень жаль. Слишком много вопросов напрашивается, а ответов нет. То, что ты говоришь, я не могу принять как объяснение. Я не верю тебе. Не верю, Герман. Марлена, прошу тебя. Не верю. Более того. Я боюсь тебя. Здравствуй. Добрый день. Что ты здесь делаешь так рано? Черт побери, сынок. Ты на меня смотришь со злостью. Я вспоминаю те времена, когда мы были не просто отец и сын, а еще и большие друзья. Я все пытаюсь понять, как то, что ты пережил, смогло так изменить тебя. Как это случилось? Нет, нет. Знаешь, что произошло? Ты был слишком молод, чтобы понять, что у меня на сердце. Я был слишком далек от всего, чтобы взять на себя труд тебе это объяснить. Хочу тебе сказать, что ты всегда был моим любимцем. Именно поэтому я велел увезти тебя отсюда и отдать в учение к монахам, потому что знал, что там ты будешь в безопасности. Я был в этом уверен. Так? И от кого ты меня защищал? Вы, молодые, видите только то, что вам глаза колет. Я не родился стариком, но скоро научился смотреть сердцем. Теперь твое сердце ослепло. Нет, нет, нет. Это неверно. Никто так не любит жизни, сынок, как я. Я знал любовь и был самым счастливым человеком во Вселенной. До тех пор, пока низость человеческая не украла у меня покой. От этого я тебя защищал. От тех ужасов, которые возникали вокруг нашей семьи, поощряемые подлостью. Ты понимаешь? Херман. Что ты видела ночью? Ты был у меня. Тебе было плохо? Я пыталась тебя удержать, но ты ушел. Катя, если ты меня увидишь таким, ты должна бежать. Я тебя умоляю. Я тебя не боюсь. Я испугалась, когда ты ушел. Везде были полицейские. Я боялась, что тебя схватят. Куда ты исчез? Я так понимаю, что ты говоришь об Армандо Паесе? Конечно. О нем и его потомках. Ты так ненавидишь их, отец? Меня пугает все, что может сделать ненависть. Но Марлена всего лишь женщина. Я знаю. Я знаю, кто она. Я знаю, что ты ее любишь. Послушай меня. Вы сами, того не зная, поддерживаете пламя той войны, которая возникла задолго до вас. Чего вы не можете избежать. Скажи мне, пожалуйста, о чем идет речь? Поверь мне, Сантьяго. Если так любишь, поверь мне. Теперь скажи мне, ты с ней достиг счастья? Нет. Вот видишь, дальше будет еще хуже. Гораздо хуже. Что творилось вчера ночью? Где тебя застала буря? Дома. О чем вы говорили? Что ты спрашивала у Хермана? Вчера вечером... Вчера вечером, перед тем, как началась буря, мы с Херманом встретились на улице. Я тогда быстро ушла домой, и теперь спрашиваю, куда он подевался. Я спрятался на крыльце какого-то дома и пробыл там до конца бури. И как ты себя чувствуешь? Хорошо. Гораздо лучше. Таких приступов, как ты видела, больше не было. Хорошо. Пока, Марлена. Пока, Катя. До скорого. Ты мне не сказал, что во время ночной прогулки встретил Катя. Это она так сказала? Мы встретились гораздо позже. Ах так. Откуда у нее такие обширные знания о состоянии твоего здоровья? Если помнишь, она ездила со мной в Каракас. Там у меня был приступ. Понятно. Логично. Дорогая, а зачем ты за мной следишь? Что ты мне хочешь сказать? Нет. Ничего. Все погибшие от урагана были из Соломона-дель-Посо. В Посо не было погибших. Они все из Канука. Все случилось в том квартале, что находится между двумя частями города. Рухнуло несколько домов и даже мастерских. А вы знаете, кто там погиб? Мошенник Альфредо Акунья. На него свалилась целая тонна запчастей. Мерзкая крыса. Неутомимый воришка. Так ему и надо. А где Федерико? Федерико уехал в Матурин переговорить с вашим адвокатом. Вы же знаете. Матута ошибается. Федерико позвонил мне, и я ему дал указание и сказал ехать в Матурин. Так что не беспокойся. Так-то. Даяна. Даяна, что с тобой? Очнись. Что с тобой, Даяна? Дева Мария, прошу тебя. Ну что же это такое? Надо кого-нибудь позвать. Даяна. Очнись. Сантьяго. Мне надо поговорить с тобой. Ты можешь мне его слушать? Что случилось? Это по поводу Хермана. Я боюсь, что... Что здесь делает эта женщина? Отец, прошу тебя. Ты уже забыл о нашем договоре? Вам не стыдно входить в этот дом? Убирайтесь немедленно. Вон! Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу телесети ТНТ. Режиссер Наталья Пивнова. Звукорежиссер Андрей Чувилин. Перевод Марии Криксиной. Текст читали Любовь Германова, Ирина Губанова, Александр Дик и Александр Белый. Текст читали Любовь Германова, Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok